Детям до 16 смотреть не рекомендуется. Мы начинаем. Сам погиб и едва не угробил 18 человек. Лишенный прав водитель врезался в рейсовый автобус. Борьба за правопорядок закончилась стрельбой. Или почему общественники очутились на больничной койке? Три дня и три ночи вывозил краденое. Где маргинал нашел столько добра? ЧП выходного дня. На одной из центральных улиц Левобережья горел магазин бытовой техники. Под угрозой был и жилой дом. Пожар начался в середине дня. На улице Ватутина загорелась пристройка к жилому дому, в которой располагался магазин бытовой техники. Очаг возгорания находился на крыше. Из торгового учреждения эвакуировали персоналы посетителей. Пламя к тому времени уже подобралось к балкону одной из квартир девятиэтажки и повредило там вещи. Однако пожарные не дали стихии разгуляться и быстро справились с огнем. В тушении приняли участие несколько расчетов и семь единиц техники. Причины ЧП и размер ущерба сейчас устанавливают. Органам дознания отрабатываются несколько версий причин пожара. Это как неосторожное обращение с огнем, также иным источником повышенной опасности, умышленные действия неустановленных лиц, направленные на уничтожение чужого имущества, а также техническая причина пожара. На крыше магазина спасатели обнаружили много мусора, среди которого попадались и окурки от сигарет. Жильцы верхних этажей наверняка бросали их непотушенными. Однако в дождливую погоду поджечь крышу подобным образом было бы весьма непросто. В любом случае со всеми нюансами данного происшествия теперь предстоит разбираться специалистам МЧС. Леонид Лешенко, Варвара Левченко, Константин Менин, Александр Кабукин. Экстренный вызов. 17 пассажиров междугороднего автобуса едва не стали жертвами ДТП. На въезде в Новосибирск в рейсовый транспорт вылетел Subaru Forester. Позже выяснилось, виновник аварии был лишен прав. Авария произошла в нескольких десятках метров от бывшего поста ДПС на пересечении Гусенобродского тракта и улицы Зеленодолинской. По некоторой информации водитель Subaru Forester почти вдвое превысил разрешенную скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Внедорожник лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом Новокузнецк-Новосибирск. От удара машину развернуло и отбросило на фуру. От полученных травм водитель Forester скончался на месте, пострадал и шофер автобуса. С тяжелой травмой колена его доставили в больницу. Пассажиры, к счастью, остались невредимы. Практически сразу полицейские установили. Предполагаемый виновник аварии не имел права садиться за руль. По горячим следам было установлено, что водитель автомобиля Subaru ранее, до дорожно-транспортного происшествия, был лишен водительских прав до 2018 года. Общим сроком на 19 месяцев. За неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Три факта у него таких были. И отказ от медицинского свидетельства на состояние алкогольного опьянения. Более того, внедорожник не принадлежал водителю, а был угнан с автомойки, где работал предполагаемый виновник аварии. Сейчас по факту ДТП проводят доследственную проверку. Однако уголовное дело вряд ли будет возбуждено. Анна Скок, Андрей Карасев, экстренный вызов. Чемпиона мира по каратэ нашли мертвым в Новосибирске. Еще сегодня с утра намечались масштабные поиски спортсмена. Но после обеда поступила трагическая весть. И в этой смерти масса загадок. 25-летний Антон Кривошеев пропал еще в четверг. В обед на своем престижном автомобиле Porsche Cayenne. Он выехал из дома. Последний раз иномарка попала в объектив камеры слежения в районе улицы Бориса Богаткова. Позже спортсмен перестал выходить на связь. В понедельник утром волонтеры объявили о массовых поисках чемпиона. Но спустя пару часов поступила неутешительная новость. Случайный прохожий обнаружил тело Антона вблизи частного сектора в Октябрьском районе Новосибирска. Оно было завернуто в пакет. На голове зияло рано. Его дорогостоящий автомобиль обнаружили нетронутым на улице Лазурной. Так что версия убийства из-за иномарки не рассматривается. С квалификацией дела сейчас определяются в Следственном комитете. И еще одна криминальная история произошла в другом конце того же Октябрьского района. Двое членов общественной организации попали под обстрел только за то, что сделали группе молодых людей замечание. Конфликт закончился уголовным делом. Григорий Шамраев со своим товарищем по общественной организации разговаривали во дворе дома по улице Журавлева и увидели шумную компанию. Парни якобы пили пиво и нецензурно выражались. Григорий сделал дебошером замечание, те обругали его самого. Слово за слово завязалась перепалка, которая перешла в драку. И в какой-то определенный момент мне просто происходит сильный удар, мощнейший, я вот извиняюсь, что я в панаме, удар в голову. Я плыву, начинаю, грубо говоря, падать, прикрываю руками голову. Мне происходит серия ударов по телу. Я падаю. Уже лежа на земле Григорий услышал звуки, похожие на выстрелы. Неизвестно, чем могла закончиться внезапная стычка с дебоширами, если бы шум не привлек внимание случайных свидетелей. Буквально минуту-две все разъехались, все разбежались. Остался человек лежать. Недолго думая, просто поезд в больницу его. В салоне автомобиля Андрея до сих пор бурые пятна. Это кровь спасенных пассажиров. Но ничего выдающегося в своем поступке мужчина не видит. Из больницы общественники отправились в отдел полиции писать заявление. Сейчас вооруженных дебоширов ищут правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А насколько Андрей Карасев экстренный вызов? В Калининском районе Новосибирска оперативники обезвредили наркодилера. Несмотря на юный возраст, делец забросал закладками несколько кварталов. Это кадры штурма квартиры, которую арендовал молодой человек. Здесь делец фасовал свой товар. А дальше курительные смеси распространяли по гаражам и подъездам, где их забирали клиенты. Оперативники у дилера изъяли полтысячи пакетиков для хранения наркотиков, соответствующий инвентарь, многочисленные банковские карты и сим-карты для мобильных телефонов. Молодого человека арестовали на время следствия. И ответ ему предстоит за незаконное производство и сбыть зелья. Срок заключения за это грозит до 20 лет. Кстати, он и ранее был неоднократно судим. А житель Куйбышева нашел, чем поживиться в недостроенном частном жилом доме. Свои темные делишки злоумышленник проворачивал днем, ничуть не опасаясь чужих глаз. Три дня 42-летний ранее судимый житель Куйбышева возил чужое добро с недостроенного дома. А потом к нему пришли полицейские. Увидеть стража правопорядка воришка так быстро не надеялся. Несколько дней ему откровенно везло. В недострою было чем поживиться, никакой охраны. Помимо строя материалов хватало и другого добра. Двигатель от автомобиля, металлические трубы, запасные части. Похищенный злоумышленник вывозил на садовой тележке, которую нашел здесь же. Данные запчасти сдавал в пункты приема цветного металла. Потерпевшему был причинен ущерб в 39 тысяч рублей. В ходе проведения следственных действий часть похищенного была изъята, возвращено владельцу. О похитителе уже ранее судимого за подобные преступления полицейские проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело возбудили по статье кража. Если вина будет доказана, за решеткой похититель проведет 5 лет. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев. Экстренный вызов. И последнее. Иногда задержание преступников не обходится без участия неравнодушных граждан. Но особенно заслуживает уважение факт, когда противостоять грабителям решается хрупкая девушка. Людмила Махмудова ехала на личном автомобиле и увидела, как из одной машины неизвестные выбросили женщину, отобрав перед этим у нее ценные вещи. Долго думать автоледи не стала. Позвонила в полицию и лично организовала преследование. Тогда взлоумышленников заблокировала им проезд. А там подоспела полиция. В итоге проохранители установили личности грабителей и возбудили уголовное дело. Людмилу Махмудову пригласили в Октябрьский отдел полиции. И не только для дачи показаний. Начальник райотдела МВД лично пожал ей руку, а также вручил грамоту и ценный подарок. На сегодня все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео своих ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Берегите себя. Увидимся завтра на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин